С вами канал Учебник Вслух. География, 7 класс. Тема урока – Страны мира. Посмотрите на политическую карту мира в Атласе. Красивая, правда? Она пёстрая, с множеством ярких цветов. Это потому, что на ней должно быть изображено более 200 объектов. Причём на карте эти объекты ни в коем случае не должны сливаться. Что же это за объекты? Страны. Политическая карта – это карта стран. Кстати, теперь мы знаем, сколько стран на нашей планете. Более 200. А точнее, можно сосчитать? Можно. Но надо помнить, что количество стран в мире постоянно меняется. Первые страны появились на Земле много тысячелетий назад. Их названия вам хорошо известны. Это Древний Египет в Дельте Нила, Вавилон в Междуречье Тигра и Ефрата, Индия и Китай. Многие из стран древности исчезли без следа или изменили свои названия и границы. Вначале стран на планете было немного, но количество их увеличивалось. В эпоху Средневековья стран было уже несколько десятков. В это время появляются государства, которые до сих пор существуют под прежними названиями – Великобритания, Франция, Испания, Португалия. В XVI веке началась эпоха великих географических открытий. Некоторые европейские страны приобрели огромные владения в Африке, Америке, Азии. Эти владения называются колониями. Колония – это страна, вся жизнь которой полностью контролируется другой страной. Страны, которые имеют такие колонии, называются метрополиями. Многие колониальные владения по площади и численности населения в несколько раз превышали метрополии. Например, Великобритания владела таким количеством колоний на всех материках, что ее называли империей, над которой никогда не заходит солнце. Посмотрите на карту и подумайте, почему появилось такое название. Долгое время именно колонии составляли большинство стран Земли. На их долю приходилось больше половины всей площади и населения мира. Но сейчас колоний на планете почти нет. Во второй половине XX века во многих колониях разгорелись освободительные войны, в результате которых народы этих стран обрели независимость. В 60-е годы XX века на политической карте появилось более 100 независимых стран. С той поры на карте мира преобладают самостоятельные страны. Изменения на политической карте происходят и сейчас. Например, в 90-е годы XX века Восточная и Западная Германия объединились в одну страну – Германию, а Чехословакия, наоборот, распалась на две страны – Чехию и Словакию. Наша страна, Российская Федерация, тоже появилась на карте в результате распада другой, более крупной страны – Советского Союза. Последнее изменение на политической карте связано с образованием в 2011 году Южного Судана. Только на одном материке никаких изменений в политической карте не происходит. Этот материк – Антарктида. Еще в 1956 году был заключен международный договор, по которому этот материк не может принадлежать ни одной из стран. Поэтому-то на политической карте мира Антарктида не имеет света. На ней стран просто нет. На этом материке могут вестись лишь научные исследования. Здесь работают и сотрудничают ученые многих государств. Давайте запомним. Политическая карта – это карта стран. На нашей планете насчитывается более 200 стран. Политическая карта мира постоянно изменяется. Только на одном материке никаких изменений в политической карте не происходит. Этот материк – Антарктида. Чем различаются страны мира? Обратимся к определению этого термина. Страна – это территория, имеющая определенные границы и обладающая независимостью. Итак, страна – это территория. А территория может быть большой и маленькой. Итак, первое отличие – это разные размеры территорий. Страны имеют разную площадь. Есть страны-гиганты, площадь которых составляет многие миллионы квадратных километров. Крупнейшими странами мира являются Россия, Канада, Китай, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Бразилия, Индия. Страна-гигант может занимать значительную часть материка, а одна из них даже целиком занимает один из материков планеты. Вы уже догадались, о какой стране идет речь? Кроме этих гигантов, существуют страны средние и малые. А самые незначительные по площади получили название карликовые страны. Их площадь может составлять сотни и десятки квадратных километров. Это очень немного. Укажем для сравнения, что площадь Москвы равна более двум с половиной квадратным километрам. Москва, конечно, город большой, но все-таки это всего лишь один город. А теперь представьте, что есть страны в десятки раз меньше. Например, в Европе есть страна с площадью всего два квадратных километра. Это княжество Монако. И это не самая маленькая страна мира. Но страна – это не просто территория. Это территория, в пределах которой существует система власти. То есть в ней действуют органы власти, управляющие страной. В любой стране есть своя система законов, по которым живут ее граждане, своя полиция и так далее. И, конечно, каждая страна имеет свои национальные символы – флаг, герб, гимн. Каждая страна отличается формой правления. С глубокой древности существуют две формы правления, и третью придумать пока не получилось. Первая – власть в стране находится в руках одного человека. Такая форма правления называется монархией. Вторая – власть принадлежит всему народу. Эту форму правления называют республикой. Греческое слово монарх происходит от слова моно, что означает один. Чаще всего в монархиях вся власть принадлежит одному человеку – монарху, который получает ее по наследству. Сейчас в мире существует 29 государств с такой формой правления. Большинство из них находятся в Европе и Азии. Нет ни одной монархии в Америке, а в Африке их всего три. Существует два вида монархии – абсолютная и ограниченная. В романе «Три мушкетера» действуют мушкетеры французского короля Людовика XIII. Он был мягким, слабым правителем. Умный кардинал Ришелье имел на него огромное влияние. Но вот уже его сын, Людовик XIV, совсем по-другому понимал свою роль в стране. Он говорил «Государство – это я». То есть власть в стране полностью принадлежала только королю. Вот такая монархия и называется абсолютной. В настоящее время их немного. Все они расположены в Азии. Это, например, Саудовская Аравия, Катар, Оман и некоторые другие страны. В большинстве же современных монархий правитель не имеет реальной власти. И он – своеобразный символ государства. А страной управляют парламент и правительство. Такие монархии называются ограниченными или конституционными. К их числу относятся Великобритания, Швеция, Дания, Япония и другие. Что касается республик, то это форма правления, при которой власть принадлежит народу страны. В переводе с латыни слово «республика» означает «власть или дело народа». Это не значит, что все жители страны ею управляют. Это было бы слишком сложно. Власть народа проявляется в том, что именно народ избирает на определенный срок доверенных лиц, которые будут управлять страной до следующих выборов. Большинство стран мира являются республиками. К этому виду стран относятся и наша страна. Но до 1917 года Россия была монархией. Давайте запомним. Страна – это территория, в пределах которой существует система власти. Существует две формы правления – монархия и республика. Повторим главное. Сейчас на планете существует более 200 стран. Среди них есть страны-гиганты, площадь которых превышает 1 миллион квадратных километров. Самые большие страны мира – Россия, Канада, Китай, США. Страны, лишенные самостоятельности, называются колониями. Раньше они составляли большинство стран мира. Но сейчас их осталось очень мало. По форме правления страны делятся на монархии и республики. В монархии власть принадлежит одному человеку и передается по наследству. Республикой управляют выборные органы власти. Большинство стран мира – республики.